Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Роман Ахмедов, я живу в городе Майами, штат Флорида. Я занимаюсь недвижимостью, покупкой, продажей и арендой. Также я занимаюсь автомобильным бизнесом, покупкой, продажей и арендой в городе Майами. Да и в принципе в ближайших районах. Если вам это интересно, пишите мне в инстаграм, пишите мне в ватсап, как вам удобно, для способа связи найдете, пишите. Я сейчас нахожусь на последней модели. До этого, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Очень много моделей я снимал для ютуба, для инстаграма. Посмотрите модели, они все разные. За мной находится двухэтажный дом, это последняя модель. Я хочу вам показать, насколько она сильно координатно отличается от других. Буду благодарен, если вы поставите этому видео лайк, если вы поделитесь этим видео, если вам понравилось, со своими друзьями. И конечно же, напишите комментарий. Ваше мнение мне всегда интересно. Ну что, поехали смотреть. Итак, друзья, это самый большой дом от этого застройщика. Здесь 5177 скверфитов, приблизительно 510 квадратных метров. 5 комнат, 7 ванных комнат, медиарум, дэн, лофт, геймрум и 4 места под кар гараж. Ну, 4 места гаража. Давайте смотреть. Очень красивый ландшафтный дизайн. Мне очень нравится. Как видите, большие гаражи и еще преддомовая территория. Здесь, не знаю, машина, наверное, 5 можно поставить. И давайте смотреть, что из себя представляет этот дом. Дом самый дорогой. И в конце, конечно же, скажу цену обязательно. Давайте заходим. Входная группа. И у нас здесь такой декор. Вообще очень сильно кардинально отличается. Кто не смотрел другие ролики, если наткнулся на этот ролик и не смотрел другие модели, обязательно посмотрите. Все модели очень сильно отличаются друг от друга. Итак, мы заходим. Входная группа, внутренняя часть. И она очень сильно отличается. Давайте посмотрим. Здесь у нас большая входная группа. Здесь очень много места. И здесь такой декор в виде дерева. Здесь у нас выход в гараж, скорее всего, который закрыт. Мы не можем пройти. Давайте сразу начнем. Ну вот, с правой стороны у нас тоже здесь гараж. Здесь вход из гаража. И здесь у нас кондиционер. Да, кондиционер. После того, как вы зашли из гаража, вы попадаете сразу в гостевой, скажем так, санузел. Ну, не санузел. Там тут у нас раковина и туалет. Я прошу прощения, потому что я снял 7 роликов и у меня уже язык заплетается. И хочется выразить все эмоции, но подустал. Итак, здесь у нас гостевая комната с небольшим маленьким окном. Удивительно. Дом большой, а окно такое маленькое. Ну, наверное, по планировке, скорее всего, так задумано было. Сама комната, в принципе, нормальная. Квадратов 17. Очень даже не маленькая. Вот такое у нее дизайнеры вам дарили для визуализации. Совсем другое решение. Здесь у нас гардеробная, небольшая на самом деле гардеробная. Здесь эта комната гостевая, в отличие от других моделей, поменьше. Ну, ванная, в принципе, здесь побольше. Ванная, туалеты, раковина и, конечно же, зеркало в потолок здесь очень даже приличные. Итак, идем дальше. Двигаемся. Дом очень большой. Вы понимаете, 500 квадратов. Здесь также зонировано, как вы видите, здесь немножко квадратная территория. И здесь зонировано место для обеда. Здесь круглый стол. В отличие от других моделей, здесь круглый стол. И, соответственно, здесь все на друг друга будут очень хорошо смотреть, когда будет кушать. Приятно. Большие такие вот люстры, абсолютно не похожи на другие. Вообще все модели очень сильно отличаются. Вот здесь такое дизайнерское решение. Я видел такую историю в Дубае, в каком-то моле с водопадом. Кто-то может поправить меня. Но я, короче, видел такую историю. Красиво. Очень красиво. Здесь почему-то поставили вот такой декор в виде дерева посередине комнаты при проходе. Я не знаю, для чего это сделано. Но, наверное, что-то в этом есть. Задумка какая-то в этом есть. Здесь есть винная комната. Если мы до этого смотрели сигарную комнату, то здесь есть винная комната. Соответственно, здесь свой температурный режим. И, скорее всего, она закрыта. Да, закрыта. Мы зайти не можем. Понятно, что вино. Еще все заберут, утащат. Конечно, никто ничего не забирает. Зонировано. Вообще непохожая планировка. Тут зонировано место для отдыха и просмотра телевизора. И, собственно, сейчас перейдем к кухне. Здесь, почему я говорю зонировано, потому что здесь вообще как-то по-другому сделано. Здесь комната с офисом. И я могу сказать, что эта комната, ну, просто очень большая для офиса. Я думаю, что вы со мной согласитесь в комментариях. Напишите, пожалуйста. Здесь можно, ну, не знаю, что-то обыграть как-то под себя. Ну, странное решение очень. Почему? Потому что здесь эта стена зонирована, да, там, получается, зона, где телевизор, там телевизор висит. И, казалось бы, здесь можно было бы сделать комнату и дополнительные. Может быть. Менять никто ничего не будет. Это согласованные планировки, это модель. И поменять только можете внутри дизайн. А, как бы, несущие стены никто не будет сносить. Все, как вы видите, так и будет в вашей модели, если вы выберете такой. Есть еще один винный шкаф. Кстати, я обратил только внимание. Еще один винный шкаф. Недостаточно того винного шкафа. Они еще один винный шкаф поставили. Ну, ладно. Вот сама кухня. Немножко другой формы. Мне кажется, место чуть поменьше здесь. Хотя дом очень большой. Но место для кухни чуть поменьше. Я имею в виду пространство для прохода здесь меньше. Это мое субъективное мнение. Тут, конечно, ехать смотреть эту модель. Кому-то это очень даже нравится. И я считаю, что в каждой модели найдутся свои клиенты и, как бы, пожелания. Здесь большой холодильник. Немножко другая техника. Абсолютно не похожа на другую. Потому что здесь свечи и печи абсолютно другая. Духовой шкаф тоже очень сильно отличается. Другая модель. Все то, что вы видите в кухне в виде шкафов, в виде техники. И вот этого китчен айленда острова. Это все входит в стоимость дома. Поэтому где-то, кстати, посудомойка. Где-то здесь должна быть в острове. Да, вот она, посудомойка. Поэтому, кстати, нет, места достаточно здесь. Кухня очень большая. Ну, реально огромная. На первый взгляд кажется, что маленькая. Но по сравнению с другими мне казалось, что маленькая. Но на самом деле большая. Итак, переходим к обеденной зоне, ко второй. Здесь уже такое, знаете, в более домашних условиях. Телевизор простецкая, с таким угловым пуфиком. Как бы сделано очень даже достойно. И еще один телевизор не повесили. Что если вдруг у вас некоторые люди едят и смотрят телевизор. Хотя это вредно. Но тем не менее. Еще один телевизор повесили здесь. Если вдруг вы будете кушать и смотреть телевизор. Вот еще один телевизор вам повесили здесь. Очень необычные люстры здесь. Не знаю, насколько они хорошо вечером светят. Ну, прикольно. Прикольно. Необычно все это. Так. И давайте сразу выйдем на улицу. Посмотрим, какой здесь у нас бассейн. Открываем дверь. Так. Да. Места, конечно, здесь очень много. Прям реально очень много. Посмотрите. Место, где можно... В другой модели я говорил об этом. Где можно жарить мешмеллоу. Просто огонь. Вечером посидеть. С бутылкой вина. Бокальчиком холодным, прохладным. Просека. В общем, шикарно. Лежаки вообще необычные. Какие-то другого... Другого какое-то решение лежаков. Необычное. Первый раз такое вижу. И, конечно же, сам бассейн. Бассейн, как я и ранее говорил, в каждой модели есть. Но от него можно отказаться. У вас будет простой газон. И, собственно, здесь не будет бассейна. Просто будет чисто газон. Там бассейн стоит от 60 до 120 тысяч долларов. В зависимости от модели бассейна. Вот. Здесь как бы ландшафтный дизайн в виде пальм. И какие-то кустики. Немножко цветов добавили. Ну и выход на воду. В этом комплексе практически все дома, насколько я помню, выходят на воду. Поэтому... И еще вот здесь там придомовая территория сбоку. Как бы есть. Вот тут у нас поставили немножко другие... Вообще дизайн, скажем так, на улице столовых, стульев и дивана. Абсолютно очень сильно отличаются друг от друга. Так. Честно говоря, немножко подустал. Прошу прощения, что повторяюсь где-то, заговариваюсь. Ну, максимально стараюсь объективно вам показать все преимущества этих моделей, всех домов. Давайте поднимемся на второй этаж. И посмотрим, как у нас на втором этаже. Здесь тоже есть свои фишки в этом доме. Будем смотреть. Кстати, лестница похожа на другую, но она немножко другой формы. Цвет, я имею в виду, у нас такой, как и было до этого модели. Но вот здесь у нас стеклянный, если обратили внимание. До этого у нас были какие-то решетки. Итак, смотрите, ребята, какое здесь решение. Здесь у нас большая зона. Давайте я так в углу встану. Огромная зона, где можно отдыхать. Опять же, смотреть телевизор. Американцы очень любят телевизор смотреть. Вот. И, соответственно, здесь у нас есть балкон. Я заострять внимание не буду на деталях в виде декора. Давайте просто посмотрим балкон. Как он размера. Вот такой вот огромный балкон. Как я и ранее говорил, в других моделях, вы можете помимо того, что отдыхать здесь, вы еще можете вот в таком огромном балконе отдыхать. Что на этом балконе делать, честно, сложно мне представить. Ну, уверен, что люди знают, что делают. И уверен, что этот балкон кому-то точно пригодится. Давайте пройдемся в мастер-бедрум. Это у нас мастер-бедрум. Давайте посмотрим саму комнату. Сначала комната квадратового 20. По сравнению с другими моделями, мне кажется, может быть из-за дизайна, может быть из-за расположения. Мне кажется, чуть поменьше. Но, опять же, большие огна, светлая комната с выходом тоже на балкон. Здесь у нас есть дверь. Также на этот же балкон, откуда я сейчас только что пришел, есть выход. Соответственно, телевизор. И вот такое решение в виде дерева. Здесь очень много дерева. Здесь сделали акцент на дереве. И, соответственно, здесь поставили такую тумбу. Массивную, такую большую, огромную. Даже не представляю. Кажется, что она неподъемная. Вот такая вот комната. Мастер-бедрум. Хозяйская спальня по-нашему. Вот для него. И, собственно, гардеробная для нее. Ну, по сравнению с другими, все то же самое, в принципе. Одинаково все. Итак, идем в ванную комнату. Бафрум. Для него сразу же раковина. И для нее раковина. Здесь обыграна душевая. Мне кажется, даже более чем удачно. Но здесь, мне кажется, ванная поменьше, в отличие от других моделей. И сама ванная в углу стоит, как нам привычно. Вот в углу ванная стоит. И, соответственно, окно. Окно прям идет на ванну. Здесь светло, очень даже прилично. И один туалет. Вот такой вот туалет. Собственно, вот такая вот ванная. Идем дальше. Давайте пройдем. У нас здесь есть... Я покажу эту фишку, фишку этого дома тоже. Здесь решили сделать спортзал. Сомнительное удовольствие. Ну, хотя дом большой. И я думаю, что найдутся люди, которые действительно хотят в своем доме сделать спортзал. Если у вас есть кинотеатр, почему не сделать спортзал? Согласитесь, тоже, в принципе, решение рабочее. И кому-то действительно это надо. Позанимался. Зашел в ванную. Помылся там. Если надо, в туалет сходил. Помыл руки, если вспотел очень сильно. Ну, и вот тут можно, как вы видите, здесь можно даже грушу повесить. И, собственно, здесь есть такая шкаф-купе. Можно повесить свои какие-то спортивные инвентарь. Можно сюда положить и повесить. Поэтому обыграли эту комнату в таком виде. Идем дальше. Это комната для девочки. По нашему дизайну уже понятно. Девочки тиктокера, инстаграмщика. Я не знаю, ну, в общем, здесь стоит штатив, где девочка поедине должна снимать тиктоки и инстаграм. Вот такая вот комната. Кстати, небольшая комната, потому что есть коридор. Он очень много забирает места. Вот, как бы тут уже дизайн немножко другой. Гардеробная. Гардеробная небольшая. Средняя. Есть побольше, мы видели с вами. И, собственно, здесь душ и туалет и раковина. Душ. Ну, приличный, нормальный большой душ. Опять же, есть балкон. Не знаю, еще раз повторюсь. Не совсем понимаю. По поводу балконов. Посмотрите, какого масштаба балкон. Я надеюсь, видео передает масштаб балкона. Потому что это целая огромная комната. Ну, балкон, я вам честно скажу, квадратов 15 точно. Огромный балкон. Для чего он будет предназначен, сложно представить. Ну, вот по планировке в этой модели, как бы, это есть. Идем дальше. Двигаемся дальше. Здесь еще много, что вам есть пока. Двигаемся дальше. Я, честно говоря, путаюсь. Потому что дом большой. Где-то уже был, где-то не был. Вот. Есть еще один балкон. Вот, опять же, вопрос к балконам. Нужен ли этот балкон еще один? Вот там вот балкон был со стороны комнаты для девочки. А вот это общий балкон, где предполагается, что вы будете сидеть и что-то делать. Ну, как бы, есть. Окей. Идем дальше. Комната для мальчика. Здесь вот кардеробная. Такая же, как у девочки, в принципе, небольшая. И есть ванная комната, как в американском стиле я ранее говорил, в Америке низкие ванны и, собственно, туалет и раковина. И вот, собственно, сама комната для мальчика, наверное, лет 10 задумка такая, что у него такая вот, он любит заниматься скейтбордом, у него такая кровать и вот такой дизайн. Ну, что прикалывает, то, что вот реально большие окна и здесь светло. И мне это очень нравится у этого застройщика, потому что не каждый застройщик ставит большие окна. Окна – это дорого. И поэтому на этом они экономят. Здесь же нет. Здесь же все есть. И поэтому давайте смотреть дальше. И самая главная фишка этого дома, я помню, в этом доме, есть тоже кинотеатр. Собственно, вот он, этот кинотеатр. Он по-другому располагается. Здесь уже закрыто. И, собственно, вот кинотеатр в виде телевизора большого, не знаю, какой диагонали, какой-то там, может, сотой диагонали, с пуфиками. И вот с такими вот американскими, это чисто американская классика, вот с такими вот американскими диванами, которые, собственно, двигаются. Вот у них есть здесь пульт, вот они двигаются здесь, вот такая атаманка есть. В машинах это говорится атаманка, вот он двигается, вот поднимается. В общем и целом, многофункциональный диван для вашего удобства. И, собственно, это все можно реализовать в вашем доме. Дизайнеры увидели кинотеатр в таком виде, в виде аватара, в виде диванов, а не такого классического дивана, который мы видели в другой модели. Ну и телевизора, само собой. По мне, так, другой кинотеатр был поинтереснее. По мне. Напишите вы, что думаете. Здесь у нас еще одна, если вы, допустим, чтобы вы далеко не бегали после кинотеатра, в туалет, вот у вас туалет, помыли руки, если вдруг попкорма переели. И попкорм, соответственно, вот, кстати, о чем я говорил, попкорм можно держать здесь. Вот такая вот кладовка большая, огромная. Собственно, вот здесь у вас будут лежать ваши все вкусняшки для того, чтобы вам было в кайф смотреть кинотеатр. И, соответственно, ландри рум, огромная, большая. Я считаю, что это самая большая ландри рум. Да, это самая большая. И вот такие большие у них сушилки, стиралки. И здесь квадратов 10, наверное, ландри рум. Видите, сколько здесь места для хранения вещей, для стирки, для грязных вещей. Вот дизайнеры подумали, положили сюда такой вот мешочек, чтобы грязные вещи бросать. Ну и раковина, само собой. Это все тут есть. Вот на этом, наверное, все, если я не ошибаюсь. Да, там мастер бедрум, здесь я посмотрел. Да, на этом все, как бы, ребята, на этом все. Итак, друзья, мы посмотрели модель 510 квадратных метров. Цена данной модели 2 миллиона 200 тысяч долларов. Да, это самая дорогая модель. Насколько она практичная, для кого-то это будет очень актуально и практично, для кого-то это не подойдет. Ну, благо, у этого застройщика есть 7 моделей, на которых можно выбрать. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите в ролике. Там 7 моделей. 7. У меня пальцев 5, но там 7 моделей. Обязательно посмотрите эти 7 моделей. Они все абсолютно разные. Разного дизайна, разные планировки. Еще раз повторюсь, мы находимся в Бокаратоне. И цены в Бокаратоне очень-очень высокие по одной простой причине, что здесь школы, хорошая инфраструктура, отличная аэрия и, соответственно, сама локация не дешевая. Поэтому застройщика такие цены. Если вы можете посмотреть на вторички, такие дома плюс-минус на 200 тысяч, на 300 тысяч. Возможно, бу-дома на вторичке будут дешевле. Но это не критично, поверьте мне. Для этой локации даже может дома быть дороже. От этого застройщика, учитывая, что мы находимся не вблизи к океану, от океана где-то минут 20-30, чтобы не врать, вам посмотреть по карте нужно, где-то вот езды на автомобиле, даже минут 20-20. Мы находимся прямо на первой линии океана. И, соответственно, вы понимаете, что эта аэрия предназначена больше для семейных людей. Ну, как бы стереотипно не буду рассуждать. Эта аэрия предназначена для людей, у кого есть дети, кому нужны большие дома, кому нужны места под автомобили и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, если вас заинтересовали все эти модели, и в данном случае данная модель, вы можете написать мне в Инстаграм. Мы можем с вами провести онлайн, если вы для себя не понимаете, как можем провести с вами онлайн-тур по всем этим моделям. Посмотрите. Можно купить это онлайн из вашей страны. Можно это посмотреть в Майами. Обращайтесь, пишите. Возьмем appointment у этого застройщика. Приедем и посмотрим все эти модели вживую. И, соответственно, я также занимаюсь автомобильным бизнесом. Кому интересно отправить автомобиль из США, из Майами и купить автомобиль в кредит здесь или взять в аренду, пишите мне в Инстаграм. Все у меня в Инстаграме и в WhatsApp, и в Директ. Пишите. И можете посмотреть в описании канала. Там есть почта. Можете написать на почту. Благодарю вас, что вы досмотрели до этого момента. Большое спасибо, если вы прокомментируете и поставите этому видео лайк. Если вам понравится, отправляйте своим друзьям, делитесь этим видео. Мне будет очень приятно. Еще увидимся в следующих роликах. Их будет очень много как по автомобильной тематике, так и по недвижимости. Поэтому подписывайтесь, не пропускайте. Большое спасибо. Пока-пока. Пока-пока.